ребят всем привет мы приехали сегодня к василию на наш вышли люди высказывают свое мнение пишут комментарии на канале как бы хочется разобраться с этой ситуации услышать всех потому что для нас дико что человек живет таких условиях и все это шло из добрых побуждений из добрых намерений хочется просто оказать помощь до понимаем все что да нет идеальных людей но вот эти комментарии и вот эти отклики и то есть мы хотим выслушать вторую сторону почему такое негативно настроены узнать вообще почему такое мнение у людей то есть выслушать обе стороны и вот хочется встретиться нам назначили сегодня встречи мы приехали с натальей хотим услышать почему такое отношение и вообще что за человек прям так на причем настроены против помощи ему довольно таки агрессивно и вот мы сегодня решили именно выяснить все эти моменты то есть какие-то подводные камни там что-то имеется не имеется ну в любом случае люди не должны жить так как они живут как и живет василий поэтому мы сегодня здесь как бы хотим всех высушить ну да вагончик у нас уже заказан на полно что я оплачено уже больше половины вагона то есть назад вагон да просто уж не услышала такое что василий не инвалид что василий ходит я попросила видео мне его не предоставили потому что это субъективное мнение до что василий ходит ну якобы ему предоставили да мне казалось что он писает стоя он стоит на одной ноге на одной ноге я тоже это знала вот то есть каких-то таких фактов что василий нам врет каких-то фактов что василий алкаш то есть мы сколько здесь были мы ни разу не чувствовали от него не перегара мы не видели ни одной бутылки даже при уборке участка и приехали мы даже сейчас без звонка очень сильно удивился но при этом то есть я подошла абсолютно ничего такого не было поэтому давайте пойдем сейчас позвоним пусть подходит высказывается почему так начнем что мы приехали не воевать ни с кем ни в коем случае мы приехали выслушать вас всех ваше мнение как бы пусть она будет вашим мнением у василий было свое мнение у вас свое мнение давайте выслушаем все стороны чтобы не было вот этих вот разногласий там не договорок сейчас все это выясним на месте ради бога пожалуйста бы мы не пришли если бы хорошо не говорили на аварий дело в том что я вам уже рассказывала говорила да надо маша вас извините не знаю сергей когда соседи напомнили мне про василия я уже знал что у него нет света печки нету то есть я обратилась от соцзащиту у нас женщина работает в соцзащите садовод я вам это рассказываю я позвонила ей она связалась с администрацией сельсовета она связалась с администрацией оренбурга подняли на уши всех приехали сюда когда ольга михайловна приехала из сельсовета это по соцзащите женщина василий был закрытый он нам по фанерку отодрал там вот фанерка была передал ключи мы его открыли открыли мы хотели его уже как бы договорились в шансе чтобы здесь он мог перезимовать там на 6 месяцев устраивают людей чтобы они не погибли но дело в том что василий у нас был с аппаратом элизарова ольга михайловна позвонила объяснила ситуацию сказали что они не могут взять его с этим аппаратом его надо снять через знакомых кое-как мы его устроили в црб я его отвезла куда он там пробыл две недели потом мне позвонили сказали что в шансе место уже занято необходимо вести в богу руслан я говорю я не знаю дорогу сопровождением не надо хотя бы договорились так что из руслана в узулок приедут люди я его с больницы забираю отвожу в узулок там и передаю все когда забирала его вы дали выписку разговаривала с врачом врач сказал что он может ходить на костылях разрабатывать ногу и долго не может ходить и и васи у нас по-моему ходит шашлычки туда жарит что ты говоришь стоять он может мы это сами как бы видели насчет того чтобы бегать конечно сами понимаете естественно палочку если возьмет то и передвинется он не хочет ходить и мы уже видели и это абсолютно ну это давайте знаете как бы мы уже будем судить по поводу как у вас произошло когда вы выставили такое мы выслушали мнение человека и каждый человек вам 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 сказали где он находился в психоневрологическом диспансере название любовь и забота это забота и уход забота и уход я только в больнице узнал что это дурка психоневрологический диспансер написано что а у тебя выписка есть с собой нет выписки пока нет там вот половина и таких и лежат по социальной реабилитации профилактики социального значения заболевание и содействию здорового общества забота и уход где его диагноз что он как психически больной устроен в дурку нет она принимает брата их принимают не принимают нет по выписке же как там было написано сразу выписка как там написано выписки ничего не что у него психологическое заболевание или что-то я вам объясняла что я подняла шум по поводу того что человек погибает я его отвезла в больницу я его отвезла в бузулук устраивал его город и я его в дурку сдавала не обвиняем но было сказано русским языком текст якобы я сдала в дурку вы спрашивали на каком основании для чего она сдала может быть землю отнять что это предположение это не вопрос это был вопрос и он на него ответил что я не знаю утверждение утверждение не было что меня упекли в дурку чтобы забрать вот мой вот кусок вот этой заросшей земли во первых такого не было никто не утвердил никто не утверждал такой какой намек что хочет видеть вы сейчас тоже утверждаете что он ходит а он не как он ходит если он до стоит но он не ходит потом нет он нам показывал вы же наверняка все ролики про него просмотрели он нам показывал как он заходит как он выходит из дома как он там на не сгибается и давайте определимся с тем как бы что вы я его определила наташ я я его в дурку определила этого мы не знаем это больно давайте вот давайте вот смотрите яндекс да это самый что мы вбили первые скажем он он хорошо психоневрологический интернат забота и уход я его слова что я его определила сдала нет я согласен я могла это сделать я родня я медицинский работе вы же как бы устроить но вы понимаете понимаете можно в контексте в любом вот психоневрологический интернат забота и уход вот он поисковик яндекс то что тут можно люди пишут люди голодают что выходят синяками различные то есть вот они пожалуйста отзывы самый он сказал что его определили в дурку что там мы забили это психоневрологический диспансер если вы так вот относитесь что вы его упекли но вы же его отвезли для него опять же к вам какие-нибудь предъявления или как там от нас от нас были предположения но никак не был вопрос нам же нам же тоже интересно как как он здесь оказался мы же у него как он оказался что он тут делает почему он же вот даже элементарно если это был бы намек и он же ответил все равно не что он ходит то что он встает вы говорите что он ходит но я не выкладываю это сюда вот когда я его засниму на этот сюда вот мы хотим человеку помочь человек какой бы он ни был мы понимаете мы хотим дать мы хотели ему помочь это есть предположение надо предполагать вы кто я человек я могу предполагать я это такие вот предположения я была бы не права а я вывисла предали ему намек на такое это говорит здесь и всем что я его специально нету 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 утверждений в ролике вообще никакого что и для чего наташ если вы именно вот сейчас за это говорите то мы как бы понесем свое извинение перед вами я вас за то что вы нести извинение потому что вам это не как бы не понравилось даже как вы понимаете потому что мне знакомые звонят с краснодара суфы спрашивают наташа это что они все прекрасно знают кто здесь занимался вот у вас единственный вот у него язык у него нехороший язык ему делаешь добро он возьмет в обратную сторону пойдет любого кто сделал добро он пойдет и обострет этого человека вот это просто его язык просто его язык вот и все сделаешь добро ему вот наташа делала ему добро чего он откуда приехал приехал и в конце концов обосрался голова ну так и есть нет если мы с натальей мы поможем он потом нас обосрет но это извините будет на его совести ему также люди я не заставляю никого но мы же помогать будем выкладывать в интернете я не заставляю никого из людей помогать но если люди нужны чтобы помочь вас если люди проникают денег не помочь не помочь я помогаю со своего кармана насколько я могла помочь мы во первых приехали когда первый раз сюда мы со своих денег лично я перевел две с половиной тысячи людмиле людмиле я перевел чтобы делать двинул чтобы вот этот сарай сдвинулся в сторону жилого что время привозили и думать со своих денег и вообще никого не трогать что не надо ему а василий а расскажи пожалуйста нет вы чего добиваетесь чтобы человеку не помогли нет они хотят чтобы мы помогли почему ну а зачем этот негатив почему нет подождите людей других которые ему помогали понимаете ну хорошо почему вот я также простой человек который в силу своих возможностей как может помогает почему трогают меня я читала ваши скрины в группе вашей сулакской где я блохерша где я хайплюсь где я зарабатываю себе денег у меня есть работа у меня есть муж и у нас каждый копейка который у меня есть куча животных да я веду канал отчетно я помогаю животным с помощью неравнодушных подписчиков мы проявили инициативу помочь человеку никого мы не заставляем на каком основании меня вот так вот просто у нас дети здесь ходят они дают и что эти за человек что я так ладно сейчас я вас лично не знала и но я вам серьезно можно я публично не сделала это если вы считаете что я вас оскорбила просто своими суждениями предположениями вопросами я перед вами извиняюсь вы проезжали мы здесь часто были никто не подошел ничего не сказал просто выпад не спросил вообще никто не лезет вообще не на руку да вот а вот что что вообще все происходило вчера с блокерами и тому подобное кто кто писал кто записывал видео андрея который вот ломал гараж там или чё ломал разбирал и все слал опять же этой блокер ши можно можно по имени вообще-то имя уже знаете вы называете человека блокером ему же отправляйте это видео вы чела я его имя вы сказали что человек обманывает и я попросила видео где он ходит вы ничего не этого не предоставили кроме как подошли к андрею и снимали ту же информацию которую в принципе я знаю называю меня блокер шей блогер шей у меня во первых я человек у меня есть имя если вы не знаете моего имени можно девушка женщина человек но не блогерша не блогерша и не вот вот мою сторону это было блогер но не блогерша и не блогерша нет она я по имени по видео я не тут все такие обидчивые просто собрались его дома что было вчера что было вчера это не считается комментарии ирины группе сулак и в комментариях пишет что это кто-то отправляет 500 кто тысячу переводит ей это просто развод людей на деньги этот козел прикидывается инвалидом сидячим во первых козел оскорбления во вторых это уже оскорбление и клевета на меня что я пиарюсь и что я себе развожу людей на карман да я ехала на машине он стоял между нужду справлял в кустах увидел меня и тут же сел в кресло вообще удивительно мальчики писают стоя она просто зульфия картал она просто хайпится на нем и собирает донаты один подписчик даже 50 долларов перевел вы считаете чужие деньги на 50 тысяч даже давали дали точнее не 50 долларов что у нас дом уже мы вчера дом заказали вагон заказали просто разводят больше половины на душе щипательные истории а дальше пускай вася сам вот козел жизнь девочки козел вот нет мы ему еще постараюсь что в наших силах и развожу людей на деньги это тоже оскорбление потому что то что я собираю я трачу потрачу на него не на себя у меня все слава богу хорошо вот отчетно мы тоже еще не знаем вы не знаю меня а куда вы там их делаете я и не знаю меня здесь скринах даже есть моя фотография да то есть стоп кадр с youtube а вот здесь уже реально вы знаете сколько таких если не это гиранер если мы назвали какую-то мифическую наталью да просто прозвучало имя то вот здесь это уже в мою сторону это можно уже и как статью раскрутить то есть понимаете вы меня на давайте публично мошенницей прикладываете мою фотографию это как у вас нет но тот же деньги деньги тратим тратит на себя это же маши тоже связано с мошенничеством вот ирина это блогерша я здорово пишите такие комментарии зачем вы вот сейчас зарабатывать людей людей не дает поливаете грязью которые хотят ему помочь вы никто не может пока выдаст никто не тронул вот я вообще вас нет вот с этими не выводы что он бедный несчастный а до этого он даже здесь ни один помидор не один а вы вы какое моральное страдание испытали нет 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 вас 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 кто-то за нет вас кто-то заставлял ему помогать или еще один вам задал вопрос вы можете сказать что я не хочу ему помогать и все а какая какая разница сажает он или не сажает мы приехали траву выпалывать он сидел с нами сидя его и выпалывал траву дайте помочь человеку ради бога пожалуйста удалите свои комментарии принесите мне тоже он будет не ради зимой допустим лежать вы что-то мусенито ранее унижение мы в принципе мы провели ему свет сделали свет мы сейчас поставим вагон сколько в наших силах мы хотим чтобы сделать еще инвалидность довести до конца а потом дальше сам другой ему сразу сказали что дальше сам она будет инвалидность тут просто расходимся на том что вы идете своей дорогой а мы идем своей дорогой и все мы не упоминаем никого из вообще в принципе мы не собирались вас никого упоминать вы получается ополчились на меня за счет наталья это наталья маг имеет право мне предъявлять претензии то есть если она предъявит свои другие люди нет за то что вас оскорбили других людей это никак не коснулась почему и другие люди позволяют мою сторону себе такое ваше мнение и есть неправильно вот произошла вот эта ситуация я хочу от тебя услышать тебе нужна вообще наша помощь тебе нужен шанс на другую жизнь вот натальюшкой почти каждый день мы с тобой созвонимся да не дает сейчас речь просто мы просили открыто то есть мы хотим дать ей шанс дальше нужно этим шансом воспользоваться и просили не чтобы вот эти все наши труды пошли куда-то вот в трубу помойку мы откликнулись на твою беду потому что действительно человек не должен жить в таких не ну не человеческих условиях мы откликнулись на твою беду потому что несмотря ни на все да я вижу как тебя любят собаки как ты о них заботишься и насколько они к тебе привязаны просто я очень хочу попросить тебя пересмотреть вот свои отношения с соседями пусть быть может быть не дружить но может быть как-то не высказываться потому что своим да вот этим высказыванием даже вот однажды ты подставил просто нас просто ну немножко нужно взвешивать слова да и немножко нужно стараться контактировать с людьми и стараться изменить свою жизнь в лучшую сторону также не скрывать и не хочу чтобы вот потом да выслушивать от это по поводу пьяных я не знаю ребят но делать выводы не скрываю я приехал бугурславу да я почти чуть не каждый день пил чуть не каждый день пил вот дошло до того уже я по ним это понял да то что по и поешь а помощи то нет никого никакой вот приходит вот сегодня опять на или подошел вас есть я сигаретку ничего себе а вот я говорю на или говорю а ты работаешь же а что-то у меня стреляет ну те же деньги сходи пусть мне эту рюмочку налют вот иди говорю за работу я тебя грызвал крышу помогать делать ты на работу ушел азера взвал на работу груза вообще больше не подходи насчет сигареты насчет вася ты поменьше вообще рассказывать про свою жизнь про то сколько ты заработал про то сколько тебе помогли сегодня приехали это вообще будет немножко по умнее по умнее похитрее как они увидели движуху вокруг тебя и все ринулись к себе как бы вася сигаретку потом деньги начали занимать и прочее ну то есть ребят делать выводы вам я считаю что каждый человек достоин шанса и мы сразу говорили что мы не берем василия вот и все и будем опекать его всю жизнь и дать этот толчок опять же никого не заставляю помогать то есть это дело каждого откликнуться на эту просьбу помочь человеку не помочь ругают папку ругают все нету идеальных людей понимаете ну как бы несмотря на все то что сегодня вы тут слышали я не считаю василия конечно каким-то конченным человеком такого критичного мы ничего не услышали что он там никого не обидел так сильно не убил не воровал поэтому я думаю что василий нужно дать шанс как бы но язык мой врагу но у каждого есть свои недостатки за это человека как бы хранить не стоит надо помочь василия что опять же мне очень обидно потому что никогда в своей жизни ничего не использовала в личных интересах то что и да язык рак наши не делать добра не получишь зла но я все таки верю василия и я думаю что помочь этому человеку нужно и если не хочу чтобы у него все такой вот ролик подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии ну и всем добра